Система противоракетной обороны НАСАМС. Вероятнее всего речь идет именно об этом типе вооружения. Что это за вооружение? Будем говорить с военным экспертом Михаилом Самусим. Он с нами на прямой связи. Михаил, здравствуйте. Добрый вечер. Что это за система противоракетной обороны? Правильно я назвал ее? Эта система противоракетной обороны оригинально была разработана специально для Норвегии на основе авиационных ракет «Воздух-воздух» с целью именно удешевления, с целью модификации и с целью для того, чтобы оптимизировать расходы при создании новых систем вооружений. То есть взяли готовый радар, взяли готовые ракеты «Воздух-воздух» и создали систему именно для Норвегии, потому что НАСАМС расшифровывается как Norwegian Air Surface Missile, то есть норвежская система противовоздушной обороны. Дальше при модернизации этих систем уже добавляли разные опции, которые в том числе и предполагают уничтожение крылатых и, я надеюсь, баллистических ракет. А в всяком случае, я думаю, что украинские специалисты научатся и это делать, раз они умеют взбивать баллистические ракеты советскими системами. Это система средней дальности, можно даже сказать малой средней дальности, это 20 до 40 километров в зависимости от модификации ракеты. Поэтому некоторые специалисты рассматривают это как промежуточный вариант, то есть мы получаем НАСАМС, а после них получаем более дальнобойные системы Патриот. И тогда у нас будет такое многослоевая противовоздушная и, если уже будет Патриот, то и противоракетная гарантированная оборона. Сколько их надо для того, чтобы уберечь Украину от таких ракетных ударов, как мы видели только что по Кременчугу? Например, там вот я должна озвучить эту цифру, последние данные, уже 10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы. Вот сколько, мы видим видео с ракетного удара по торгово-развлекательному центру в Кременчуге, по данным местной власти, там в этот момент могло находиться до 1000 человек. И вот, Михаил, вопрос, сколько систем вот таких вот ПВО нужно Украине, чтобы не было таких ударов ракетных, как сейчас мы видим по Кременчугу, вчера по Киеву, по Харькову, по Одессе? К сожалению, эта система малой средней дальности, то есть 20-40 километров. Нужно понимать, что тогда мы имеем только возможность прикрыть сравнительно небольшой участок местности, ну для Украины. То есть вот часто мы упоминаем Израиль, да? Для Израиля такая дальность системы противовоздушной обороны является очень значительной. Для Украины это минимально возможно, я бы сказал. И поэтому, если мы говорим о гарантированном прикрытии территории Украины, нужно обязательно говорить о системах ПВО Патриот, которые имеют все-таки дальность более 100 километров. И поэтому размещение систем Патриот и систем НАСАМС, они дадут возможность как раз создать многослойную систему и применять ее в отдельных случаях против различных типов ракет. Только такими системами, как система НАСАМС, мы, к сожалению, не сможем закрыть всю территорию Украины или даже прикрыть наши большие города. К сожалению, это слишком, скажем так, система малой дальности для Украины.